Я приветствую вас на моём канале. 9 июля, 26 июня по старому стилю отмечается праздник Давид Солунский, а также явление иконы Тихвинской Богоматери. Согласно церковному календарю, в эту дату чтят память святого Давида Солунского и явление иконы Тихвинской Богоматери. В народе принято отмечать земляничный день Давида-земляничника, названного так потому, что приметы советовали сегодня начинать собирать эту лесную ягоду. Этот день считался хорошим, и он поможет многое изменить в жизни. Приметы на 9 июля говорят, что если сегодня делать то, что завещали наши предки, то можно и золотишком разжиться, и молодость свою вернуть. Но и риск был тоже. Сегодня принято молиться святому Давиду. Уже при жизни он считался чудотворцем, так как мог исцелять даже самые страшные болезни. Но и после смерти святой приходит на помощь всем, кто его попросит. Второе название дня – Тихвинская ягодница. Сегодня принято собирать ягоды, особенно землянику, и с этим связаны очень хорошие приметы на 9 июля. Так, например, считалось, что если девушка или женщина сегодня умоется земляничной росой, собранной на рассвете с листьев земляники, то она будет всегда молодой и красивой, а от ухажеров отбоя не будет. А вот чтобы деньги водились, и чтобы привлечь богатство, быструю прибыль, нужно в карман положить простой земляничный листок и носить его так весь день. Земляника всегда приносила достаток и считалась символом благополучия. Беременные сегодня запасались листьями земляники, чтобы беременность протекала легко и роды были быстрыми, легкими и удачными. Но самое опасное, о чем говорят приметы, это то, что женщинам сегодня ни в коем случае нельзя никакие ягоды есть. Их сегодня можно собирать, но не кушать. Если женщина сегодня съест ягоду, то ее дети будут умирать уже в младенчестве, считалось в народе. Сбор земляники – это очень кропотливое занятие, но так как эта ягода полезная и очень вкусная, крестьяне старались собрать ее как можно больше. Поэтому в лес ввели даже самых маленьких деток, тем самым приучая их к труду с малых лет. Тихвинские ягодницы, так звали девушек и женщин, отправляющихся собирать землянику, срывали не только ягоды, но и земляничные листья, которые потом высушивали и после добавляли в травяные настои. Считалось, что такой напиток поможет восстановить силы, укрепит иммунитет и улучшит самочувствие. Первую сорванную ягодку брали в руки и загадывали на нее желание. Верили, что оно обязательно сбудется, если землянику тут же съесть и трижды перекреститься. В народе говорили, что если хочешь занять денег, то просто сорви 9 июля земляничный листочек и положи его в карман, тогда точно не откажут. Земляника была символом благополучия, ведь в ней соединились дух земли и солнечная нежность. Поэтому сегодня хозяйки готовили блинчики с земляничной начинкой, которые нужно было съесть всей семьей. По примете, тогда год в доме будет достаток и полное взаимопонимание. Если кто-то сильно поранился, листья земляники прикладывали к ране, заматывали белой тканью, и она очень скоро затягивалась. Если этот день солнечный, значит хорошая погода будет до самой осени. Чтобы дети были здоровы, нужно сегодня помолиться иконе Тихвинской Божьей Матери. Считается, что земляника сегодня принесет красоту и богатство. Основные приметы, напоминающие, что нельзя делать 9 июля в день Давида земляничника, заданы со сбором земляники. Так, ее не рекомендуется собирать тем, кто вчера поссорился или держит обиду в душе. Считается, что у такого человека все собранные ягоды будут кислыми и невкусными, даже если на ветке висят сочные и дозревшие. 9 июля нельзя первую сорванную ягоду класть в корзину. Ее обязательно нужно съесть, тогда никогда не будешь болеть. Не разрешается беременным выходить в день Давида земляничника из дома без листа земляники в кармане. Наши предки считали, что тогда женщину будут ждать тяжелые роды. А земляничный листик, наоборот, сделает их легкими и быстрыми. Считается, что в этот день девушкам нельзя умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей. Сегодня им нужно насобирать земляничные росы и обтереть ею лицо и шею, чтобы быть привлекательной и обаятельной. Не стоит в этот день просить взаймы денег. По примете, не сможешь вернуть, зато наживешь себе врага. Но если деньги нужны срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет. Не рекомендуется в этот день назначать венчание, брак будет коротким. А вот свадьбу гулять сегодня даже нужно. Считается, что тогда семья проживет счастливую и долгую семейную жизнь. Нельзя в день Давида земляничника мерять чужие украшения, тем более обручальные кольца. Согласно поверью, надевший его заберет все счастье себе. А у хозяина украшения начнется полоса неприятностей и больших проблем денежного и личного плана. 9 июля нельзя повышать голос на домашних животных, даже если они это и заслуживают. Это примета к семейным проблемам. Лучше проявить к животным терпимость, тогда в доме поселится комфорт и уют. В день Давида земляничника запрещается отправляться в дорогу с плохими мыслями. Сегодня они могут стать реальностью. Поэтому тяжелые думы надо гнать куда подальше, тогда путешествие пройдет без хлопот и забот. 9 июля погожий день предсказывает, что такая погода простоит до самой осени. Жаркий Давид, по приметам, принесет еще 40 засушливых дней без осадков. Если в этот день горячий ветер дует, то грибов до самой осени не будет. Обилие земляники в этот день, значит зима будет лютой и снежной. Если 9 июля пошел дождь, примета, что все лето до самого сентября будет дождливым. Преобладание желтого цвета в радуге означает, что впереди ясный день. Считается, что рожденные в этот день хлебосольные хозяева. День Ангела сегодня отмечают. Георгий, Егор, Давид, Денис, Иван, Ян, Нил, Павел и Тихон. 9 июля на Давида проводили различные ритуалы и обряды. Читали магические заговоры, чтобы избавиться от всего плохого в жизни, используя землянику. Проводили сегодня обряд, чтобы не ссориться с близкими. Нужно было 9 июля собрать гнилые и мелкие ягодки-земляники и принести их домой. Поставить емкость с ними в центре комнаты, где обычно встречается вся семья, и сказать такие слова. «Земляничка, все ссоры и скандалы забери, в наш дом мир и радость подари. Аминь». После этого ягодки закапывали подальше от дома, приговаривая. «С гнилью уйдет, все плохое ягодка земляничная заберет». Потом все члены семьи обязательно ели свежую и крупную землянику. Что же категорически нельзя делать в день преподобного Давида Солунского 9 июля? «Нельзя сегодня небрежно обращаться с огнем. Старайтесь следить за плитой и не оставляйте включенные комфорки без присмотра. Нельзя сегодня проходить мимо нуждающихся. В этот день не будет лишним пожертвовать нищему человеку небольшую сумму денег. От вас не убудет, а просящему эти деньги могут спасти жизнь». Не нужно сегодня кричать на домашних питомцев, даже если они очень провинились. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok